Это Адмиралс, меня зовут Лембетов. Технический анализ базируется на анализе графика цены. Поэтому, в начале несколько слов о том, как он устроен. Классический график цены строится при помощи свечей или баров. Эти два графика полностью идентичны, просто представлены по-разному. Посмотрим, что из себя представляют бара. Основная идея представления цены в виде бара заключается в том, что все движение цены за определенный промежуток сводится к одному бару. Это может быть час или пять минут. Договорились, что штрих слева от бара показывает цену открытия. Штрих справа – цену закрытия. Максимум бара – максимум цены. Минимум бара – минимум цены за этот отрезок времени. Бар, у которого закрытие выше открытия, отражают зеленым цветом. Когда закрытие ниже открытия – бар красный. Таким образом, все движение цены за определенный промежуток времени сводится к четырем цифрам – открытие, закрытие, максимум, минимум за этот промежуток времени. В свечном графике все построено на тех же принципах. В классическом варианте, если цена закрытия ниже открытия, то свечу рисуют черным цветом. Если цена закрытия выше цены открытия, свечу рисуют белым. Участок между открытием и закрытием называют телом свечи. А минимумы и максимумы – фитилями. Свечи без фитилей называют моребозу. Моребозу белого цвета показывает, что цена открытия была равна её минимуму, а закрытия – максимуму. Это признак бычьей ситуации на рынке. Моребозу черного цвета цена открытия равна максимуму, а закрытие – минимуму. Это признак медвежьего движения. Свечи без тела или с очень маленьким телом называют дожи. Если дожи с очень маленьким телом, это говорит о том, что рынок в неопределенном состоянии. У дожи цвет их маленького тела не важен. Дожи-звезда – свеча с маленьким диапазоном. Обычно он не превышает 5-10% от среднего диапазона. Дожи-надгробия – свеча без тела с длинной верхней тенью и без нижней тени. Дожи-стрекоза – свеча без тела с длинной нижней тенью и без верхней тени. Первым западному миру рассказал о том, как анализировать свечные графики был Стив Нисон. Покажу несколько хорошо зарекомендовавших себя свечных паттернов. Если хотите больше узнать о свечных паттернах, посмотрите книгу Стива Нисона. В ней он рассказал о паттернах, которые использовали японские торговцы рисом начиная с 17 века. О некоторых популярных моделях расскажу здесь. Рассмотрим комбинацию свечей, предсказывающие, по мнению Нисона, разворот медвежьего тренда. Первый паттерн из книги «Молот» автор относит его к разворотной модели. Молот может быть как черным, так и белым. В своей книге Нисон пишет «Термин модели разворота не совсем точен». Ведь если услышав это выражение, можно подумать, что старая тенденция резко прекращается и сразу же возникает противоположное ей новое. Но такая картина наблюдается не всегда. Обычно разворот тренда происходит медленно, поэтапно, по мере того, как меняется психология участников торгов. Сигнал разворота указывает, что старая тенденция скорее всего прекратится, но на смену ей не обязательно придет противоположное. И это очень важно уяснить. Для этой свечной модели важно, чтобы цена пошла выше максимума разворотной свечи. Перевернутый молот. Разворотная свеча может быть как белой, так и черной. Важно, чтобы белая свеча закрылась выше максимума разворотной. Модель Харами – это свеча с маленьким телом, которое находится в пределах длинного тела предыдущей свечи. Свечи в модели чаще всего различаются по цвету. Медвежье поглощение. Модель образуется двумя свечами. Второе тело должно поглотить первое и быть черного цвета. Бычье поглощение. Паттерн формируется двумя свечами. Второе тело должно поглотить первое и быть белого цвета. Бычий пинцет. Модель, где две или более свечи с одинаковыми максимумами. На повышающемся рынке. Вершина пинцета образуется там, где появляется два или три одинаковых ценовых максимума. Рассмотрим несколько паттернов на нисходящем движении. Брошенный младенец. Сигнал разворота на максимуме или на минимуме движения. Относится к числу редких, но сильных моделей разворота. Состоит из звезды дожи, отделенной разрывами или гэпами, включая тени, от предыдущих и последующих свечей. Свечные паттерны – хорошо, но недостаточно. Для лучшего понимания принципов технического анализа рекомендую изучить книгу эксперта по теханализу Эрика Наймана. Малая энциклопедия трейдера. В обновленном издании автор не только дает рекомендации по использованию финансовых инструментов, но и анализирует современное состояние рынка капитала. В классическом теханализе основной упор делается на модели поведения цены. И мы начнем знакомиться с так называемых разворотных моделей. Первая модель – голова-плечи. Голову и плечи не нужно воспринимать как 100% сигнал разворота. В обычной торговой жизни, когда вы его видите, это говорит лишь о временном ослаблении тенденции. Но есть три критерия, которые действительно увеличивают вероятность разворота тренда. Первое условие – паттерн сформировался на таймфрейме не ниже дневного. Второе – паттерн сформировался в зоне годового максимума для тренда вверх. Лучше, если цена не пробивала годовой максимум, сигнал сильнее и больше вероятность разворота. Третий критерий – цена должна подтвердить тенденцию, обновив сформировавшийся минимум. Если при снижении формируется голова и плечи, скорее ждем ослабление движения вниз. И только если паттерн сформирован при тренде вниз на дневном таймфрейме, в зоне годового минимума. Лучше, если цена его не пробивала. Тогда вероятность продолжения снижения будет ниже. Важно, чтобы цена подтвердила движение, обновив максимум. Второй паттерн – двойная вершина. Если этот паттерн формируется на восходящем движении, то в большинстве случаев он говорит лишь об ослаблении тренда вверх. Но если двойная вершина сформировалась на дневном таймфрейме, вблизи с максимумом года, если цена при формировании паттерна не пробивала максимум года, это увеличивает вероятность разворота. Но также, как и при голове и плечи, нужно дождаться подтверждения пробоя минимума. Если при снижении формируется двойное или тройное дно, то это признак слабости тренда. Для разворота тенденции нужно, чтобы двойное дно сформировалось на дневном таймфрейме с соблюдением всех трех критериев. Тогда вероятность разворота тренда вниз будет значительно выше. Когда говорили о фигурах разворота, я часто упоминал термин «тренд». Пора познакомиться с ним поближе. Тренд вверх – это серия повышающихся максимумов и минимумов. На графике это выглядит не так красиво, но и в этом случае цена каждый раз неуклонно движется вверх из левого нижнего угла в верхний правый. Визуально это хорошо видно. Тренд вниз – это серия понижающихся минимумов и максимумов. Или движение цены из левого верхнего угла графика в правый нижний. Для трейдера крайне важно отличать трендовое движение цены от бокового, потому что методы торговли в тренде и при отсутствии тренда существенно различаются. Если в тренде лучше открывать сделки на коррекции, то в боковом движении от границ диапазона. Торговать в боковике – боковое движение, в котором цены нет тренда, и она двигается в рамках определенного диапазона – рекомендуется только очень опытным трейдерам. Все остальные в подобных движениях с большей вероятностью будут терять. Когда смотрите на фигуры теханализа, можно подумать, что это современная астрология, то есть некая псевдонаука. Но здесь все гораздо сложнее. И для того, чтобы разобраться, выслушаем специалиста по трейдингу Марка Дагласа в своей книге «Зональный трейдинг», он говорит «Каждый день, неделю или месяц в торгах по всему миру участвует некое конечное число трейдеров. Многие из них раз за разом совершают похожие действия с целью заработать деньги. Выражаясь иначе, люди нарабатывают поведенческие модели, а группа взаимодействующих друг с другом на постоянной основе людей формируют коллективные поведенческие модели. Они не только поддаются наблюдению и измерению, но и обладают свойством повторяться с периодичностью, свидетельствующей о статистической надежности. Если подвести итог, то технический анализ базируется на трех идеях. Первое. Цена отражает консолидированное мнение игроков о ценности актива на данный момент. Мнение игроков постоянно меняется под воздействием информации. Действия большого количества игроков складываются в поведенческие модели, поддающиеся анализу. То есть теханализ – это не физика или математика, потому что все густо замешано на психологии. Если поведение одного человека просчитать невероятно сложно, то поведение больших групп людей под воздействием страха или жадности просчитать уже проще. И этим как раз и занимается технический анализ. Поэтому профессиональные психологи занимающиеся трейдингом одни из самых ценных специалистов. И если вы еще не проработали книгу профессионального психолога и мастера трейдинга доктора Элдера, то очень рекомендую прочитать ее с карандашом и маркером в руках. Это одна из настольных книг для трейдера. В книге подробно рассматриваются методы контроля над риском. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь с друзьями, напишите комментарий, расскажите используете ли в своей торговле теханализ. Подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!